Эфир своего ТВ продолжает программа «Актуальное интервью». Меня зовут Антон Киевский. Здравствуйте. Инвесторы заинтересовались возможностями льготного кредитования при строительстве гостиниц и санаториев. Программу льготного кредитования бизнеса для строительства объектов туристической инфраструктуры анонсировал глава государства в послании Федеральному собранию. По словам президента, компании смогут привлекать кредиты по ставкам не выше 5%. Программа будет запущена в ближайшее время. Как планируют реализовывать программу на Ставрополье, об этом мы сегодня поговорим с начальником отдела продвижения туристских ресурсов Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Игорем Болотовым. Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Игорь Владимирович, ну я предлагаю вот с чего начать. Наверняка ведь у нас какой-то из национальных проектов курирует сферу туризма. Вот если можно об этом расскажите, что за национальный проект? Да, конечно, такой документ есть. Это национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который разрабатывается в настоящее время Федеральным агентством по туризму. И 29 апреля этого года как раз национальный проект был представлен, либо презентован, так скажем, в Координационном центре правительства России. Презентован он был заместителем председателя России Дмитрием Николаевичем Чернышенко и, конечно, руководителем Федерального агентства по туризму Зайриной Валериной Дагузовой. Собственно говоря, национальный проект состоит из трех федеральных проектов. Это развитие туристской инфраструктуры, повышение доступности туристских услуг и совершенствование управления сферой туризма. Начало реализации мероприятий в рамках национального проекта запланированы просто туризмом уже в этом году. И с самого начала формирования каркаса и содержания национального проекта Ставропольский край также активно включился в данную работу совместно с Ростуризмом, конечно. В настоящее время нами уже сформирован соответствующий региональный проект туризм и индустрия гостеприимства, который включает также три основных ключевых блока. Это развитие курортной инфраструктуры для жителей края, развитие и благоустройство территории для туристов и, конечно же, создание благоприятного климата для потенциальных наших инвесторов. В рамках регионального проекта как раз планируется работа по реконструкции, строительству, развитию курортной инфраструктуры, а также транспортной, инженерной инфраструктуры. Речь идет о благоустройстве и развитии центров городов, парков, озер, строительстве канатных дорог, но также и дорог, и дорожных развязок. На данный момент сколько объектов туристической инфраструктуры функционирует на территории края? Напомню, что Ставропольский край на сегодняшний день является одним из крупнейших курортных регионов. Не только по популярности, так скажем, и по росту турпотока, но в том числе и по объему именно санаторно-курортного комплекса, по объему и по количеству средств размещения, которые в крае на сегодняшний день расположены. А это 578 коллективных средств размещения. Это в том числе и более 400, если не ошибаюсь, если быть точным, 456 гостиниц и 122 санатория. Общим объемом на 50 тысяч, почти на 50 тысяч мест размещения. В том числе в гостиничном секторе это более 16 тысяч мест размещения. И санаторно-курортный комплекс готов на сегодняшний день представить более 32 тысяч единовременно мест размещения. Сюда же, я так понимаю, входят в том числе и базы отдыха, например, да? Да, совершенно верно. Если мы говорим о цифре санаторно-курортных учреждений, 122 объекта размещения, это именно санатории, то есть именно в том традиционном понимании санатория, о котором мы с вами знаем. Что касается гостиничного сектора, 456 гостиниц, в том числе и так называемые аналогичные коллективные средства размещения. Это отели, постелы, базы отдыха и так далее. Все объекты, которые предоставляют услуги именно по размещению гостей и жителей края нашей территории. Ну и это, опять же, насколько я понимаю, это не только на территории курортов, да? То есть кавказские минеральные воды у нас в основном туристический кластер. Но это и Ставрополь, да, наверное, и восток региона. Конечно, мы говорим о всей территории Ставропольского края, не только кавказские минеральные воды. Относительно кавказских минеральных вод, нужно сказать, что это ключевой сектор санаторно-курортной отрасли. И большинство санаториев расположены именно на территории кавказских минеральных вод. Что же касается коллективных средств размещения в целом, более 570 объектов, в том числе это и Ставрополь, и Геномыск, муниципальные городские округа нашего края. То есть это общая цифра именно в рамках Ставропольского края. Предлагаю перейти к разговору о том, с чего мы начинали сегодняшнее интервью. Это программа кредитования при строительстве гостиницы санаториев. Какова цель этой программы? Как в рамках ежегодного послания президента стороны Федерального собрания была анонсирована как раз эта программа льготного кредитования, целью которой является направление средств на строительство и, что важно, реконструкцию объектов размещения, которые находятся именно и действуют в сфере туристской деятельности. Это и гостиницы, и санаторно-курортные учреждения, как я уже сказал, именно коллективные средства размещения. И данная программа в настоящее время также в стадии разработки со стороны Федерального агентства по туризму и направлены будут средства в рамках льготного кредитования именно на строительство, и еще раз подчеркну, что немаловажно, в том числе и для нашего региона, на реконструкцию уже существующих объектов размещения. Наверняка ведь у этой программы немало плюсов, в том числе и для экономики края. Вот с экономической точки зрения какие выгоды от этой программы можно ждать? Ну, в первую очередь нужно сказать о том, что президент страны анонсировал, что срок, на который будут предоставляться такие кредиты, это до 15 лет, а ставка при этом по льготным кредитам будет от 3 до 5%. Это очень выгодно для потенциальных инвесторов, для инвесторов, которые уже зашли на площадку нашего края и реализуют проекты. То есть они в том числе смогут воспользоваться данными льготами и в большей степени это способствует именно развитию объектов, которые либо планируются к строительству у нас на территории, либо уже в какой-то стадии строительства запущены, даже на стадии финального строительства, в том числе инвесторы смогут данной программой воспользоваться. Для предпринимателей тоже ведь наверняка есть какая-то выгода. Ну, помимо того, что достаточно низкая ставка, приемлемые сроки, что еще выгодно предпринимателям? Ну, это вопрос комплексного развития сферы туризма в целом. То есть появление больших, качественных и высоких по уровню средств размещения, это важно в первую очередь, конечно же, для принимающей стороны, для принимающего региона, для Ставропольского края в данном случае. Но это также важно и для туриста. Для туриста, который только, возможно, планирует свой отдых и выбирает направление, выбирает регион, в котором он хотел бы провести свой отпуск. И в этой части очень важным конкурентным преимуществом будет являться как раз наличие именно таких высоких по уровню и качеству объектов размещения. Благо, в Ставропольском крае такие объекты на сегодняшний день есть, и мы это видим по уровню загрузки, по популярности Ставропольского края. И наша задача, в том числе в рамках данной программы, которая была анонсирована президентом, позволить нашим потенциальным инвесторам, инвесторам, которые уже работают на площадке края, получить возможности использования данных мер поддержки государства. Относительно сроков и ставки мы уже сказали. Какие еще условия предоставления этих кредитов? Ну, то, о чем можно говорить уже сегодня, например, годный займ будет доступен для организаций, которые, например, не имеют задолженности по выплате заработной платы своим сотрудникам, которые не имеют задолженности по выплате и уплате налогов, налоговых споров в соответствии с законодательством Федерации, и которые, например, не находятся в стадии реорганизации либо банкротства. Но должен сказать, что это, так скажем, общие требования федерального законодательства, которые на сегодняшний день предъявляются при получении государственных субсидий, грантов, в том числе и годного кредитования. То есть это та формула работы, которая на сегодняшний день уже хорошо известна турбизнесу, вернее турбизнесу в том числе, я имею в виду в общем предпринимательское сообщество. И данная формула не должна вызвать абсолютно никаких затруднений при подготовке необходимых документов, при подготовке заявки на участие в данной программе. В этой связи тоже еще раз напомню, что программа разрабатывается Федеральным агентством по туризму, и Федеральным агентством по туризму разработан такой алгоритм действий, при котором Ростуризм работает напрямую с инвесторами напрямую, с турбизнесом. Это касается подачи документов, рассмотрения документов и так далее. Тем не менее, Министерство туризма со своей стороны максимально возможную поддержку и содействие нашим инвесторам оказывает в части взаимодействия с Федеральным агентством по туризму. Мы всегда готовы ответить на интересующие, волнующие вопросы, если какой-то из критериев заявки, либо оценки заявки не совсем понятны. Мы готовы на эти вопросы ответить. И такую работу Министерство туризма совместно с администрациями муниципальных районов городских правов края уже проводит. Порядка 10 инвесторов на сегодняшний день уже, так скажем, вы проявили желание участия в данной программе, а общий объем средств, которые в рамках этих проектов будут реализованы, составляет на сегодняшний день порядка 20 миллиардов рублей. Игорь Владимирович, а скажите, правильно ли я понимаю, что вот эти критерии, например, отсутствие задолженности по зарплате перед своими сотрудниками, эти данные подают сами инвесторы, заинтересованные в участии в этой программе, или же все-таки идет какая-то проверка от Министерства туризма? Смотрите, есть федеральная законодательство, которая устанавливает соответствующие требования, которые распространяются, например, в том числе и на региональные проекты предоставления различных мер господдержки. Я говорю в том числе и о субсидиях, о программах и так далее. Вот Минтуризм на сегодняшний день ряд таких мер господдержки предоставляет. В частности, выклад субсидиям туркомпании. Мы работаем именно по той формуле, которая утверждена федеральным законодательством. В этой связи хочу сказать, что на самом деле подготовка вот таких документов, она максимально проста для именно потенциальных участников. Так как, как правильно вы заметили, подразумевает под собой именно подачу документа за подписью, так скажем, и за печатью именно руководителя организации. Конечно же, впоследствии соответствующие проверки проводятся, но для того, чтобы, так скажем, снять часть такой административной нагрузки с организации, такую проверку уже проводит орган власти. Для того, чтобы такую справку получить, не нужно обращаться, конечно же, к какие-то инстанции. Это требует затраты дополнительного времени и так далее. Расскажу также по примеру еще раз, наверное, более подробно тех мер господдержки, которые оказываются министерством. Например, по субсидированию перевозок организованных групп детей. Абсолютно та же формула работы, абсолютно те же документы, которые необходимы в соответствии с федеральным законодательством по предоставлению субсидий и грантов. Такая справка от туркомпаний наших, которые перевозят, требуется. Должна быть включена в пакет необходимых документов, которые подается организации при направлении заявки на выдачу субсидий. И эта справка оформляется, что называется, в свободной форме за подписью и печатью руководителя организации. Еще такой момент хочется уточнить. Вы сказали, что средства, полученные в рамках этих кредитов, могут быть использованы на строительство и, как вы подчеркивали, реконструкцию санаторно-курортных учреждений. Как еще можно использовать вот эти средства? Да, совершенно верно. Еще раз скажу, что именно в рамках программы льготного кредитования планируется, что полученные средства можно будет направить на строителей своих конструкций объектов размещения, гостиниц. Есть некоторые критерии, связанные именно с проектами, которые будут поддаваться для участия в программе. В том числе могу назвать два критерия. Это площадь объекта, которая планируется к подаче в рамках заявки, планируется к строительству или реконструкции. Это не менее 5000 квадратных метров, либо номерной фонд от 120 номеров, если мы говорим о гостиницах, санаторно-курортном комплексе. Дополнительно также разрешается направлять в рамках заявки проекты, которые расположены в многофункциональных центрах. Это может быть офисные, либо торгово-развлекательные центры. Это будет актуально для различного рода выставочных центров. Если номерной фонд таких объектов составляет не менее 150 номеров. То есть на такие объекты инвесторы могут рассчитывать, что будет возможность эти льготные средства, полученные в программе, направить. То есть это помимо гостиниц и отелей непосредственно? Да, совершенно верно. А скажите, вот еще такой момент. Ну вот сам лично знаю, что на территории тех же Кавказских минеральных вод есть санатории, гостиницы, ну скажем так, недостроенные, заброшенные стройки. На эти объекты могут ли быть потрачены эти средства? Зависит от инвестора и от тех причин, по которым тот или иной объект находится в состоянии, так скажем, недостроя. Потому что, как вы правильно заметили, такие объекты есть, которые в различной степени, так скажем, проблематичны с настоящими находятся. Но инвестор может подготовить необходимый пакет документов для участия в этой программе и направить затем эти средства, если он получит одобрение заявки, в том числе и на строительство, на финальную стадию строительства таких объектов. Здесь еще раз подчеркну, что Федеральным агентством по туризму данная программа сейчас разрабатывается, и на официальном сайте Ростуризма будет объявлена дата начала срока приема заявок. Мы, соответственно, эту дату тоже с той стороны мониторим. Информация об этом будет размещена и на официальном сайте Министерства туризма. В любом случае, постараемся провести максимально широкую работу по информированию населения, потенциальных инвесторов по начале старта подачи заявок Федерального агентства по туризму. Могут ли быть вот эти средства потрачены на благоустройство? Ну, скажем, если это реконструкция гостиницы, то есть уже существует определенная площадь. То есть понятно, что реконструкция подразумевает в первую очередь, наверное, именно места размещения, но тем не менее в большинстве своем на таких объектах реконструировать нужно и прилегающую площадь на благоустройство. Можно ли потратить эти средства? Ну, абсолютно верно. Вопрос на сегодняшний день очень важный и, самое главное, очень актуальный, в том числе и для инвесторов, которые сейчас уже в стадии реализации проектов, которые хотели бы направить как раз льготные средства прилетования на реконструкцию своих объектов. Настоящее время ждем уточнений от Федерального агентства по туризму, можно ли будет направить эти средства на благоустройство территории, потому что пока на сегодняшний день речь идет именно о реконструкции именно объектов размещения, то есть все, что касается блоков размещения, гостей, людей, жителей края. По прилегающей территории будем уточнять. Данный вопрос, как я сказал, очень актуальный, и наши инвесторы его задают, наверное, в первую очередь, так как это волнующий на самом деле вопрос и нужный для региона, для тех объектов, которые в настоящее время находятся в стадии строительства. Если говорить о сроках, то когда примерно появятся первые плоды вот этой программы кредитования? Программа кредитования рассчитана на долгосрочную перспективу, хотя первые, так скажем, результаты мы будем видеть непосредственно уже в процессе реализации данной программы. Это будет заключаться в подготовке заявок, подготовке аналитики по тем инвестиционным проектам, которые в рамках заявок будут направляться в Федеральное агентство по туризму. И здесь важная задача уже Министерства туризма и здравоохранительных курортов поддержать данные проекты, так как край заинтересован в том, чтобы максимально возможное количество инвестиционных проектов именно Ставропольского края в программу были включены. Первое и, конечно же, максимально возможное количество проектов стали получателями данных льготных средств в рамках этой программы. Тем не менее, если все-таки хотя бы примерно о сроках говорить, когда первые птички у нас появятся, когда понятно, что это все не быстро, понятно, что это все не скоро, опять же, много документационной работы, но тем не менее, может быть, следующий год или все-таки пока рано еще так загадывать? Пока загадывать рано, объясню почему, потому что это зависит в большей степени, наверное, от степени проработки тех инвестиционных проектов, которые будут направляться в рамках заявок. То есть в степени уровня уже проведенной работы по строительству либо реконструкции, в той части является ли проект, который будет направляться в рамках заявки именно проектом и, так скажем, идеей реализации на территории края того или иного объекта размещения, либо это уже существующий объект, по которому требуются, например, работы по реконструкции, либо, как вы заметили, по благоустройству прилегающей территории. Скажите, напоследок, насколько вообще вот программа такого льготного кредитования, насколько это хорошее и такое уверенное подспорье для Ставрополья в целом, для региона? С одной стороны, наверное, может показаться, что это достаточно простой вопрос. Тем не менее, это вопрос, на который, наверное, невозможно ответить, так скажем, кратко, потому что вопрос включается в достаточно комплексную и содержательную сферу, сферу туризма, санаторно-курортного комплекса края. Здесь нужно говорить, наверное, о двух главных направлениях, двух главных статусах развития туризма. Это развитие сферы туризма на Ставрополье на сегодняшний день в актуальном состоянии, в рамках участия Ставропольского края в уже действующих различных программах федеральной поддержки и о перспективах развития туризма на Ставрополье уже как раз с учетом тех программ, которые только готовятся к запуску, будут запущены в ближайшее время. Что касается развития туризма на сегодняшний день, еще раз скажу, что Ставропольский край сохраняет лидирующие позиции, является одним из наиболее популярных курортных регионов. Это стало возможным в том числе, например, благодаря активной участии края в программе Федерального агентства по туризму «Кэшбэк» за туры по России. Результаты этой программы мы увидели практически сразу же. Что касается этого года, с 18 марта третий этап программы находится в стадии реализации. До 15 июня можно приобрести тур, за который впоследствии можно получить, так называемый «Кэшбэк» в размере 20% стоимости путевки. 20%, но не более 20 тысяч от стоимости путевки. И в том числе, благодаря именно участию в программе «Кэшбэка», уровень загрузки, уровень бронирования, майские праздники в том числе, был один из наиболее высоких среди регионов России. Только за майские праздники, по нашим оперативным данным, в крае отдохнуло практически 35 тысяч туристов. С начала года эта цифра уже составляет более 320 тысяч человек. И что касается майских праздников, я здесь отмечу, что одним из важных конкурентных преимуществ нашего региона оказалось, так скажем, если позволите, отсутствие факта повышения стоимости на санаторно-курортные услуги. Это очень важно, очень важно для туристов, которые выбирают направление на внутреннем туристском рынке. Министерство туризма с той стороны проводит мониторинг ценообразования, стоимости предоставляемых услуг как в гостиницах, так и в санаторно-курортных учреждениях, мониторинг такое видео еженедельно, но должен сказать, что именно отследить, так скажем, динамику изменения цен, если она есть на санаторно-курортное лечение, достаточно легко и просто для туриста, который планирует свой отдых. Все заключается в том, что именно стоимость путевки на санаторно-курортное лечение, она утверждается практически в начале года на весь последующий год. И зайдя сейчас на официальный сайт санатория, который мы рассматриваем для отдыха, мы уже можем выбрать для себя приемлемую стоимость. Стоимость, конечно, колеблется в зависимости от сезона, в зависимости от, что важно, плановой пиковой загрузки санатория. И это очень удобно для туриста, который может таким образом, в том числе и свой бюджет, распланировать. Игорь Владимирович, спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Будем надеяться, что курорт из Ставропольского края и вообще санаторно-туристический комплекс будет развиваться у нас больше и сильнее. С каждым годом будем встречать только большее количество туристов. Спасибо большое. Конечно. Приглашаем всех желающих на отдых на Кавказские минеральные воды. Большое спасибо. С удовольствием присоединяюсь к приглашению. Друзья, жители и гости Ставропольского края, обязательно посетите наши курорты. Поверьте, вы не пожалеете. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на своем. Увидимся. Продолжение следует...